Доброе время суток! Приветствую вас! Это второе видео по развитию в социальной сети ВКонтакте. С вами Лилия Донскова. В этом видео мы с вами будем разбирать, как создать группу и определить её тематику. И, конечно, первое, что нужно сделать, это сесть и подумать, в какой сфере вы эксперт. То есть, чем вы можете быть полезным людям, потому что, создавая группу, вы должны заранее продумать, о чём вы будете писать каждый день. Если вы помните, мы говорили о том, что информационный контент должен занимать примерно 50% информации от общей информации, которую вы публикуете. Если мы говорим о том, что в день должен выходить минимум один пост, то сядьте и подумайте, о чём вы готовы писать каждый день. Что это? Это ваше какое-то увлечение, хобби. Или вы хотите рассказывать о литературе, о своём пути в бизнесе, может быть. То есть, вы рассказываете о чём-то таком, что было бы интересно, полезно, а самое главное, то, о чём вы можете писать постоянно, то есть, не прерываясь. Вот это, конечно, самая сложная задача. Я для себя выбрала, раскручиваю такую группу, сейчас вам покажу. То есть, я её назвала «Группа без комплексов». Я долго тоже думала, что делать, как делать. Изначально эта группа была у меня как интернет-магазин. Я хотела продавать через неё продукцию. Но потом я поняла, что это не очень интересно, и у меня нет в этом необходимости продавать продукцию через интернет. И я стала добавлять в эту группу всех людей, используя те технологии, о которых мы будем говорить на протяжении всего курса. Итак, что в этой группе должно у вас быть? Первое – это идея. О чём вы будете писать? Вы должны это прописать себе на листке. Следующее – вы должны её оформить. И что мы сегодня с вами изучим? Это как сделать вот такую вот фотографию, чтобы она была здесь ваша. Как сделать такой баннер? Это будет отдельное видео. Как установить вот такую кнопочку, чтобы вам люди могли писать? Первое – с чего начинается создание группы? Заходите к себе на страницу. С левой стороны в меню выбираете «Группы». Следующее – нажимаете «Создать сообщество». И вы его должны сразу же назвать. Я буду делать клон. То есть я не буду ничего такого придумывать. Я буду отсюда копировать, чтобы не тратить время. Вы же будете делать так, как вам нужно. Если вам нужен совет, вы, например, не знаете, что писать, о чём, позвоните мне или своему наставнику. И обсудите этот вопрос, потому что он очень важный. Смотрите, написали название. Следующий шаг – поставить публичная страница. Это даёт больше возможностей. Выбирайте тематику. Например, «Сообщество по интересам блог». Выбираем опять тематику. Здесь мы выбираем красоту. Красота и здоровье. Это моё, потому что я хочу об этом говорить. И это, в принципе, близко мне, потому что у нас косметическая компания. И мне об этом просто говорить. Потому что я пробую продукцию, высказываю мнение. Я пишу о красоте. Я пишу о том, какие я фишки узнаю. Вы тоже можете взять такую тематику. Единственное, только сделайте это как от себя, чтобы это было ваше, именное. Опять выбираем тематику. Уход за собой. Пусть будет так. Создать сообщество. Всё, сообщество создано. Теперь далее мы здесь должны поставить галочки. Я могу поставить небольшая компания. Галочку. Это никто читать не будет, в принципе. Галочку обязательно поставьте. И нажимаете «Создать страницу». Страница создана. Вот она у нас есть. И первый шаг, который мы с вами делаем, это меняем название. То есть убираем вот это всё до чёрточки. То есть у нас hdpsvk.com и чёрточка остаются. Здесь мы на английском языке пишем, подбираем название для группы. Например, я не буду тратить время, много. Слишком короткое. Видите, оно нам тут подсказки. «Красо-т». Ой, «Красо-т». «Красота». Пишет «Адрес уже занят». Я пишу «Красота-1». «Адрес занят». «Красота-11». Тоже занят. «111». То есть мы будем здесь с вами делать красоту до тех пор, пока он нам не скажет. Всё, адрес свободен. Ну, я думаю, можно единички поубирать немножко. Ага, занят. «221». «22». Тоже занят. Хорошо, это не принципиально. Мы потом всё всё равно уберём, потому что... Вот, адрес свободен. Ну, хорошо. Нажимаем «Сохранить». То есть это нужно для того, чтобы вот здесь наверху у нас появилось красивое название вместо вот этих паблик цифр. Мы обновляем и видим, что у нас появилось... Ну, где же? Ну, оно может быть не сразу появится, но обновиться обязательно. И будет здесь красивое название. Мы не будем тратить время. Вот это закрываем. Мы в своей группе. Здесь мы закрываем вот эту штуку администрирования ВКонтакте. И первый шаг, который мы делаем, это загружаем фотографию. То есть это будет вертикальная фотография. Выбираем файл. Выбирайте свою самую крутую, классную фотографию, чтобы она вам самим нравилась. Я сейчас поставлю тоже какую-нибудь свою фотографию, где я одна желательно. Она должна быть яркая, сочная, запоминающаяся. Ну, так, где-то... Вот эту давайте поставим. Так, здесь мы двигаем, чтобы она была красиво расположена. Когда люди будут смотреть с телефонов, они будут видеть именно вот это, чтобы не было обрезано там полголовы, чтобы это было красиво. То есть вот так вот люди будут видеть с телефона. Такое вот лицо и немного цветов. Достаточно. Сохраняем. Итак, у нас появилась фотография. Здесь мы ее сразу удаляем. То есть удалить запись. То есть нам не нужно ничего лишнего. Следующий шаг, который мы должны сделать, это создать баннер. Вы об этом посмотрите видео отдельное. Создадите свой именной баннер. Я видео прикреплю следующим пунктом к этому заданию. Создадите баннер. То есть что это такое? Я сейчас вам просто пример покажу. То есть мы нажимаем на управление сообществом. И смотрите, у нас здесь сразу, вот прям заходим в настройки, сразу никуда переходить не надо. Есть кнопочка загрузить. Здесь можно, кстати, описание сообщества сразу сделать. Так, это мы поменяли. Загрузить обложку. Что такое обложка? Это такой большой баннер, который размещается горизонтально. Я сейчас посмотрю, где-то я делала обложку, не помню, куда я ее сохранила. А, вот она. Как раз. Это я ее сделала сама, собственно, ручная. Вот такая у нас обложечка получилась. Заметьте, я немножечко по бокам отступила. Вы видео тоже заметите, что рекомендуют отступать от краев, потому что, когда люди будут смотреть с телефона, обрежется часть по бокам. Поэтому сразу компонуйте все чуть-чуть от краев подальше. Нажимаем сохранить и продолжить. И смотрим, что у нас получилось. То есть, видите, у нас встал баннер красивый. То есть, это сейчас модно, это тренд. Если вы не делаете баннер, это не очень хорошо. Кстати, это был у меня пробный вариант. Я его, естественно, переделаю. Просто руки не доходят. А почему, вы чуть позже поймете. Потому что здесь можно добавить еще стрелочки и так далее. Сейчас у нас что видно. Мы видим, что теперь будет во всех сообщениях показываться мы, то есть, что это именная группа. Надо себя все-таки двигать. Не компанию какую-то, не проект. Себя как интересного человека, который может дать что-то полезное людям. Здесь мы можем менять статус. Что-то писать. Я сейчас не буду тоже. Можно, кстати, отсюда копировать. У меня написана группа независимого консультанта по красоте. Вы можете замаскироваться и написать просто «Красота спасет мир», например. Вы поняли, да, что здесь вы можете менять. Вы можете здесь всегда редактировать все, что вы создаете. Сейчас не переживайте, если что-то не получилось. Или вам потом не понравилось. Вы все это можете удалить, сделать заново, переделать. Поэтому не парьтесь. Запомните. Вот, наводите везде мышкой. Вконтакте настолько все просто. Следующий шаг, который мы с вами делаем, это я подглядываю в свою поргалку, чтобы не забыть. Мы с вами должны включить такую штучку, которая будет нам помогать налаживать коммуникацию с нашими девочками, мальчиками, которые заходят к нам на страничку. Итак, нажимаем, смотрите, на три кнопочки. Вот здесь всегда, смотрите, справа. Управление сообществом. Выбираем сообщение. И смотрите, у нас здесь сообщение выключено. Мы вот так вот ставим «включено» и ставим галочку «добавите левое меню». И у нас сразу слева в меню появилась эта группа. Здесь может быть до пяти групп. Больше вы не можете видеть. То есть для чего это удобно? Если вам кто-то будет писать, то вы сразу будете видеть здесь сбоку, что вам пришло сообщение два или три. То есть не надо специально каждые пять минут заглядывать в группу, чтобы посмотреть, а вдруг мне там кто-то пишет. Нет, все окей. Вы сразу будете видеть у себя на страничке то, что там есть сообщение. И мы можем с вами сразу сделать приветствие. Например, человек вам пишет. Вы пишете «благодарю». «Благодарю за сообщение». Отвечу быстро, например. Нажимаем «сохранить». Смотрим, что у нас получилось. Здесь все очень просто. Вскрываем. Смотрите, у нас появилась кнопочка «написать сообщение». И если мы вот так нажимаем, то здесь, смотрите, от группы без комплекса мы пишем «благодарю за сообщение», «отвечу быстро». То есть у нас человек пишет какой-то вопрос. Ну давайте там «привет». Человек пишет «привет», отправляет. Отправляет. И у нас что получается? Сейчас мы обновим. Оп, мы видим, появилась тут единичка. Но мы уже не все время в группу заглядываем. То есть мы же не сидим и так, и не ждем, что «ой, к нам кто-то сейчас зайдет, и мы будем им отвечать». Нет, мы сразу сбоку видим, здесь три сообщения. Это привычно. Всегда приучайте глазки смотреть еще ниже. Группа без комплексов, единичка. Отлично. Вы заходите в группу, да, вот вы в нее зашли, нажимаете на сообщение и смотрите, что вам написал кто-то «привет». Вы открываете и отвечаете «привет». Рада, рада, что вы мне написали. Ну, по теме, конечно, я же вам сейчас просто показываю, как это, как пример общения. То есть ответили, все, отлично. Далее, кнопочку мы с вами включили. Следующее, что нам нужно с вами сделать, мы можем еще добавлять такую штуку классную. А, вспомнила, то есть мы заходим в сообщение, вот здесь вот. А вот тут вот сверху, вот тут вот, вот я почему-то все время про нее забываю. Вот тут сверху, видите, включить онлайн-сообщество. Мы нажимаем вот эту кнопочку и у нас добавляется «Сообщество онлайн ответит прямо сейчас». Это повышает как бы нашу статусность. То есть человек смотрит, говорит, ух ты, они прям ждут, сейчас прям мне ответят. Но если вы знаете, что вы какое-то время долгое не будете за компьютером, да, не будете видеть, потому что если вы с телефона работаете, вам нужно будет специальную программку на телефон скачать. Я там чуть позже вам скажу какая-то программка. Если вы не можете сейчас ответить, то лучше уберите эту кнопочку, да, чтобы человек не ждал. Скажет, ага, обещали сейчас ответить, но не отвечает. То есть вот такую фишечку мы с вами сделали. И сейчас я вам покажу, что еще можно делать с этой кнопочкой. Вот смотрите, если мы на нее просто нажимаем, вот видите, ссылка не меняется. Просто нажали, ссылка та же. Но нам нужно собирать с вами письмую базу. Поэтому мы с вами берем вот так вот на кнопочку, наводим мышкой, правой кнопочкой нажимаем, выбираем «Открыть ссылку в новый вклад». Вот мы ее берем. И если мы пишем сообщение, например, пишем какой-то пост, ля-ля-ля-ля-ля-ля, а внизу пишем «Задай вопрос прямо сейчас». И вставляем ссылку. Но опять же нюансик, она не очень красивая, видите, да, как бы не симпатичная ссылочка, слишком длинная. Мы с вами можем сделать таким образом. Ссылку мы эту взяли, да, она у нас сейчас копирована. Мы вот все вот это удаляем, кроме черточки, сейчас, секунду. Переходим на английскую раскладку и добавляем «СС». Это обозначает, что мы сейчас с вами будем сокращать эту ссылку. То есть мы вставляем эту длинную ссылку, нажимаем «Сократить» и забираем вот эту коротенькую. Еще раз, да, запомните. Меняем, вот здесь ставим две буковки на английском «СС». Нажимаем «Интер», переходим на сокращатель ссылок, вставляем длинную, нажимаем кнопку «Сократить». И уже вот эту коротенькую мы берем, идем в свою группу и вставляем коротенькую. Согласитесь, что она как бы более приятна для глаза, да, не такая длинная, как первая. Как первая и более понятная, ну, ВК, да, все, сокращатель, все понятно. И когда вы будете писать посты с использованием этой кнопочки, то есть люди могут тут писать или тут. Но самое главное, что когда они вам напишут, их контакт уйдет сразу в базу. И вам нужно собирать эту базу. Поэтому в своих постах, мы об этом поговорим в других видео, нужно писать пост и в конце, например, «А вы как делаете? А вы пользуетесь такими продуктами?» Или люди участвуют в опросе, ставят там галочки, да, какие-то отвечают на вопросы. То есть максимально-максимально все нужно делать, чтобы привлечь активность людей. Ставим всегда галочку, да, чтобы у нас эта вот подпись высвечивалась. И нажимаем «Отправить». Все, посты мы опубликовали, да, вопрос есть. Человек, когда нажимает на эту кнопочку, он переходит, что-то нам пишет, отправляет, и он попадает в нашу базу. А о базе мы с вами поговорим чуть-чуть позже. Хорошо? Чтобы вы сейчас как бы не путались, у вас не было каких-то недопониманий, это будет в следующем видео. Давайте подведем итог. Что вам нужно сделать? Первое. Создать группу, выбрать публичная страница. Определитесь обязательно, в чем вы хотите быть экспертом. Друзья, неважно в чем, какая группа. То есть вы потом потихонечку будете вводить продающие посты в группу. Самое главное вам – это зацепить аудиторию, чтобы было им интересно, чтобы они развлекались, и, да, чтобы им было кайфово. Далее. Через управление мы добавляем фото, баннер, делаем баннер, сами обязательно сделайте, исполняем профиль и включаем кнопочку «Написать сообщение». То есть вот это вот нам очень важно, вот эту синюю кнопку мы с вами включаем, активизируем, включаем сообщество онлайн, если есть в этом необходимость. И если мы будем использовать вот эту кнопочку в постах, то помните, правой кнопкой мышки открываем новую вкладку, и только сверху берем ту ссылку и сокращаем ее. Ну, если быть точнее, вы ее вот один раз сократили, и в следующий раз я могу ее просто брать из любого поста, копировать, да, копировать и переносить в другой пост. То есть уже не нужно будет каждый раз лезть ее и сокращать. Итак, всем успехов! Создаем группу, скидывайте на проверку, а в следующих видео продолжим. Пока-пока!